МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь помнит. В деревне Алла Светлогорского района оккупанты сожгли и расстреляли 1758 человек, в том числе 950 детей. 14 января 1944 года в 6 часов утра деревню со всех сторон окружил карательный отряд. Под предлогом регистрации всех согнали в большой колхозный сарай. Пытавшиеся бежать, падали скошенные автоматными очередями. Тех, кто прятался в землянках и ямах, находили собаки. Алла – самая трагическая деревня Беларуси. По количеству погибших это 12 хатыней. Сегодня на месте трагедии – братская могила, где захоронены красноармейцы, партизаны и мирные жители. В ближайшее время здесь будет открыт мемориальный комплекс. Первым шагом стало создание минскими и могилевскими скульпторами уникальных барельефов. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации для воссоздания мемориального комплекса, посвященного трагедии деревни Алла. Финансирование данного проекта будет осуществляться из средств республиканского субботника, который прошел в этом году. Я надеюсь на финансовую поддержку из этого же источника и в последующие годы. Организованный областной организацией Белой Руси автомотопробег «Факел Победы» также посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси. Его участники приезжают к мемориалу, посвященному началу операции «Багратион» примерно на 50 мотоциклах и автомобилях. Именно здесь, 23 июня 1944 года, началось освобождение Беларуси. Для чего мы это делаем? Не только для того, чтобы не забыть историю, но и прикоснуться к этой истории. И чтобы наше молодое поколение, потому что основная масса наших участников – это все-таки молодые люди до 35 лет, чтобы они на эмоциональном уровне почувствовали, какой ценой досталась нам победа. А победа нам досталась все-таки ценой человеческих жизней. Для проведения спланированной по всем канонам военного искусства операции были задействованы войска сразу четырех фронтов. По масштабу и достигнутым успехом ее сравнивают со Сталинградской и Курской битвами. Реконструкция одного из боев этой операции, пожалуй, главная часть мероприятия. Для участия в ней приехали более 10 военно-исторических клубов из Беларуси и России. Подготовка военно-исторической реконструкции заняла почти три дня, при том, что репетиции проводились при 30-ти градусной жаре, а непосредственно перед началом постановки пошел дождь. Воевать пришлось буквально в экстремальных условиях, хотя во время реальных боев было намного труднее. Жень тяжелее. Ну, может быть, физически носить оружие и передвигаться в таком бандировании может быть тяжелее, но вообще, в принципе, все хорошо. Показать меньше чем за час всю операцию «Багратион» невозможно, а поэтому зрителям предлагают стать свидетелями так называемого «бобруйского котла». Его результатом стал разгром 9-й немецкой армии, что позволило создать условия для стремительного наступления на Минск. Только в плен тогда попали 37 тысяч солдат, офицеров и генералов вермахта. После завершения реконструкции ее участники фотографируются на память и обсуждают ход проведенного боя. Кто воевал за красноармейцев, а кто за их врагов, в данном случае значения не имеет. В конце концов, это в какой-то степени игра. Главное другое. Через 75 лет Беларусь помнит свою историю и своих освободителей. Это было важное политическое явление. Дело в том, что в мире не очень-то верили в победы Красной Армии, и поэтому в итоге операция «Багратион», высшее руководство страны, Советского Союза приняло решение провести 57 тысяч пленных по улицам Москвы, что было сделано под конвоем. То есть они мечтали попасть в Москву, они попали, но попали в качестве военнопленных. И весь мир, весь дипломатический корпус увидел реальные победы, реальные результаты этого сражения. Олег Сельсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.